МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Над Симферополем взошло теплое, свежее летнее солнце. А это значит, что наступило утро нового дня. И с вами его встречает Артем Андроновский, Александр Карнович. Доброе утро. И мы вновь сменили свои декорации. В этот раз вместо моря фоном нам служит крыша жилого комплекса «Альфа». Вот отсюда весь город видно буквально как на ладони. Вот часто ли тебе приходится бывать на таких возвышенностях? Ты знаешь, крайне редко, признаюсь, раньше немножко боялся высоты, но это в прошлом, потому что, хочу сказать, наше шоу просто берет новую высоту, новый уровень, потому что мы находимся на, пожалуй, самом высоком, домом из самых высоких зданий. Многоэтажных, ну, живых, да. Да, живых, конечно. И мне кажется, что вот здесь приятно встречать свое утро, хочется просыпаться. Надеюсь, что мы зарядим вас этим зарядом бодрости, этим летним настроением. Все-таки пора вставать. Тем более, что такой задний. Хочу сказать, что вот очень тяжело смотреть прямо в камеру, хочется развернуться и внимательно разглядывать. Все как будто это свои владения какие-то, да? Кто куда уже спешит, кто собирается. Ну, а мы, кстати, поможем вам собраться. Сейчас немножко поговорим о новостях, расскажем, чего интересного произошло, но заодно и покажем. Да, вот, например, в Севастопольском музее-заповеднике Херсонес Таврический прошел фестиваль исторической реконструкции Грифон. И прошлась по старым улочкам, увидела, как воссоздавали вот эту историческую эпоху. Анастасия Соснина и подробнее уже расскажет она сама. Александр Ладыгин третий год увлекается реконструкцией. Принять участие в историческом фестивале впервые решили всей семьей, сменив современную одежду на историческую. Конец первого, начало второго века, эпоха дакийских войн. То есть стандартные доспехи – это лурика сегментата, соответственно, меч-гладиус, пояс, поныжи, шлем. Стандартный набор легионера. Ну, а жена одета, как обычный гражданский, такая матрона, туника, схола, ну, и украшения. В таких костюмах люди живут в организованном историческом лагере. Здесь каждый занят своими бытовыми делами. А вот среди ремесел есть и те, которые и сегодня пользуются популярностью. Это заправка ковроткатского станка, подготовка его к работе. Сама конструкция ковроткатского станка не менялась тысячелетиями. То есть самые старые такие детальки, они найдены чуть ли не каменным веком, датированные. И на почти идентичных станках вручную куткат ковры сейчас. На реконструкции представлены самые большие исторические вехи, которые были на Херсонайской земле. Это три временных периода – античность, ранее Средневековье и высокое. В рамках фестиваля также проходят и мастер-классы. Вот, например, по стрельбе из скифского лука. Он датируется седьмым веком. Выполнен из натуральных материалов. Здесь дерево, рог буйвола и сухожилия копытных. Также используют стрелу. Она выполнена из тростника. Очень интересная. Сергей Гавриленко увлекается стрельбой из лука около десяти лет, как никто другой знает. Как за пару минут научить человека попадать в цель. Подтянули. Вот, посмотрели на стрелу. Прикоснитесь в одной. Навели. И приветствую, приветствую, приветствую. Почти меня. На фестивале можно найти развлечение на свой вкус. Но с одними из самых зрелищных стали поединки воинов. Фестиваль исторической реконструкции проходит в Севастополе третий год. Основная цель. Познакомить людей, детей, просто интересующихся с историей. Не просто на книжных страницах, а с историей, к которой можно прикоснуться. Всего в фестивале «Грифон» принимают участие больше ста реконструкторов из разных уголков России. Организаторы не скрывают, что в планах выход на международный уровень. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров. Новости 24. Севастополь. А буквально вчера в Севастополе отметили день военно-морского флота. Ежегодно этот праздник отмечают в последнее воскресенье июля. И в этом году 80-й раз. Да, цифра большая. Но помимо этого хочу отметить, что флоту в целом исполнилось, сейчас вот, чтобы не ошибиться, 323 года. Вообще это даже не верится. Три столетия фактически. И на самом празднике побывала Лилия Виджат. Она увидела, кто поздравил, кто приехал. Кто был почетными гостями. Да, кто был почетными гостями. Мы что там было смотрим дальше в сюжете. Выстрел из корабельного орудия 19 века, парусный фрегат «Херсонес» и Екатерина II. На Графской пристани воссоздали историю и боевой путь Черноморского флота. В этом году появился символ праздника – флаг линкора императрица Мария флагманского корабля. Ракетный корабль и два вертолета Ми-8 мгновенно возвращают публику в реальность. В акватории Севастопольской бухты разворачиваются военно-морские силы. В парадном строю подводная лодка «Новороссийск», корабль береговой охраны «Изумруд», ракетные и десантные корабли. Завершает парадный строй флагман Черноморского флота «Крейсер Москва». Вот он, боевой путь Черноморского флота. В эти минуты идет уничтожение противника. Корабли, авиация атакуют подводную лодку, чтобы обеспечить контроль над водной акваторией и высадить десант. Морским военным осталось ждать считанные минуты. На арене боевых действий подводная лодка противника. Авиационная доразведка вычисляет расположение. Военная операция завершилась освобождением захваченного террористами судна. Морская пехота ставит точку в бою рукопашным представлением. Город русских моряков. День ВМФ отмечает с размахом. Юбилейный праздник посетили десятки тысяч гостей. День Победы есть у нас. День военно-морского флота. Когда весь Севастополь собирается здесь, на Приморском бульваре, для того, чтобы увидеть наши корабли, наш российский флот. Мы приехали из города Печор, республика Коми, для того, чтобы посмотреть порядок военно-морского флота. Для меня это особенный день, так как я здесь прослужил почти три года. Военно-спортивный праздник продолжился выставкой вооружения и техники береговой охраны Черноморского флота. Лилия Веджат, Андрей Заричный, Новости 24, Севастополь. Накануне большой праздник отметили еще и православные христиане. Это был день крещения Руси. Большой праздник для православных. Тем более, что дата не то чтобы круглая, а уже просто знаменательная. Потому что, напоминаю, что первым днем крещения является воскресенье 1988 года. Правильно сказал. Как дата, когда крестился. Да, не зря. Я хочу сказать, не зря в школе так эту дату повторяли и все равно забыл. Но специально для тех, кто тоже, как я запамятовал, мы подготовили сюжет. И прямо сейчас покажем. Была или нет изначальная мотивация князя Владимира, только политическая, не столь важна. Ее плоды все равно оказались духовными. Об этом свидетельствует его личный опыт. Не как правителя, а как человека. Он понимал, что крестит не народ, но людей, которые своим пребыванием во Христе стали единым телом Матери Церкви. Поэтому мы должны бережно хранить и приумножать то духовное наследие, которое по крупицам собиралось нашими отцами и дедами, и которое не должно быть утеряно и забыто. Крещение не только факт истории страны, но что гораздо важнее факт биографии каждого отдельного человека. И князь Владимир 1031 год назад понимал, он не исключение. Я был зверь, а стал человек. Произнес он знаменитые слова, выйдя из купели. Отсюда из Херстана ушел совершенно другой, иной человек. Ушел Владимир Красносолнышко. Ушел человек, который всем сердцем восприял и возлюбил Господа. В этот праздничный день митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь наградил нескольких севастопольцев орденами, медалями и грамотами. За труды во славу Матери Церкви. Татьяна Владимировна растрогана таким вниманием. Она всю жизнь по зову сердца и велению души помогала и сегодня помогает людям. А еще, наверное, за то, что я поддерживаю свою маму, которой сегодня 103 года. Она живет на этой земле, радуется. Наверное, Бог меня за это наградил. И еще в этот праздничный день мы поздравили человека, награжденного орденом Александра Невского первой степени, чуть раньше, в Москве, патриархом. А он, помня о своей миссии здесь, в Крыму, не мог не сказать несколько теплых слов о самом знаменитом имениннике сегодня. Своими делами, своими поступками, своими отношениями будем заставить считаться весь мир. Весь мир с ним. И люди, будем говорить, с благовением относятся к всему тому, что он делает. Юлия Орлова, Андрей Псум и Юрий Рябов. Новости 24. Севастополь. Да, все-таки хочу сказать, сидим буквально, ну если не выше, то на уровне облаков. Смотрим и солнышко, знаешь, греет, но все равно немного прохладно. Думаю, надо было взять пиджак. Вот на самом деле такая крымская погода непредсказуема. Она в высоте, по-особенному ты чувствуешь, потому что здесь то ветер, а он, как известно, он освежает знатно. А потом буквально спускаешься вниз, выходишь на работу, уже понимаешь, что стоило бы пиджак не надевать или даже взять футболку, рубашку, что-нибудь полегче. Да, знаешь, как в настоящих прериях. Днем нагреваемся буквально до красна, а вот ночью остываем просто уже. Ну если не до минусовой, то достаточно прохладная температура. Так что стандартная история, выходишь в такой футболке, да, движешься куда-то, а наступает вечер и понимаешь, надо было брать, ну я не знаю, джинсы, пиджак, пуховик, возможно, автомобиль. Ну а для того, чтобы не брать с собой единовременно джинсы, пиджак, пуховик, мы можем вам рассказать прогноз погоды. Прямо сейчас посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такой вопрос, Саш. Вообще без намеков. Вот чего тебе не хватает, когда ты набираешь какого-нибудь абонента на телефоне? Не было такого, что вот чего-то хотелось бы. Вот мне всего хватает, главное, чтобы не было какой-то выборной мелодии, которая вот меня всю жизнь раздражала, и человек именно ее установил. Ты знаешь, потому что когда... Да, 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 я представляю чем-то, полет Шмеля, например, когда играет. Ну просто ничего не имею против полета Шмеля, но когда это слышишь систематически, то этому человеку автоматически уже не хочется звонить вообще. Конечно, но вот, знаешь, операторы мобильной сети решили иначе. Точнее как, они думают, возможно, стоит освободить Сашу от вот навязчивых мелодий, поэтому давайте поставим совсем не навязчивую рекламу. В смысле? Конечно, такая технология есть. А вот в ремонт сейчас рассказываю. Существует технология обратной связи, да, при которой во время набора какого-либо абонента специального оператора, оператор в обратную присылает тебе рекламку, короткую, но зато емкую. Знаете, я думаю, вполне себе понятную. Поэтому теперь, возможно, можно не только с другом по телефону связаться, но еще и быть максимально осведомленным, что там где и купить можно. Решил я позвонить тебе, сказать, чтобы ты не забыл планшет, и слышу, может быть, тебе стоит купить мыло для рук? Вот такой это там антик. Совершенно верно. Вот он, мир будущего. Добро пожаловать. Но мы тем временем предлагаем окунуться в прошлое совсем чуть-чуть, чтобы узнать, какие знаменательные события произошли этого числа. В этот день в 1993 году на чемпионате чтецов перуанец Филипп Карбонелл за один час рассказал 345 анекдотов. Достижения мужчины, попавшие в книгу рекордов Гиннесса, никто не сумел повторить по сей день. 29 июля в 1817 году в Феодосии родился русский маринист Иван Айвазовский. За 83 года художник написал более 6000 картин, часть из которых – пейзажи на морскую тематику. Одна из самых известных работ Айвазовского – «Девятый вал». На сегодняшний день хранится в Русском музее Петербурга. 71 год назад в Лондоне открылись 14-летние Олимпийские игры, первые состоявшиеся в послевоенное время. Международная встреча собрала более 4000 человек из 59 стран и стала шагом к восстановлению мира. До этого Олимпийский огонь зажигался 12 лет назад в Берлине. В этот день в 1836 в Париже на площади Шарля де Голли торжественно открыли Триумфальную арку, которая уже 183 года является гордостью французской столицы. Строили монумент по приказу Наполеона, как символ побед его великой армии. Пилоны арки украшены барельефами, дизайном которых занимались лучшие скульпторы мира. На крыше смотровая площадка, а внутри находится музей. 119 лет назад родился полководец, маршал Советского Союза Филипп Голиков. В предвоенное время он был начальником разведывательного управления генштаба, в Великую Отечественную командовал армиями и фронтами, а в послевоенный период возглавлял главное политическое управление Советской армии и военно-морского флота. В этот день в 1914 родился французский изобретатель Марсель Бик. Это имя вошло в историю в конце 50-х и стало легендой. После Великой Отечественной войны вместе со своим другом Эдуардом Буффордом Бик стал владельцем разрушенного завода. Мужчины организовали там производство шариковых ручек и механических карандашей, а в 70-е годы вышли на рынок с зажигалками и одноразовыми лезвиями для бритв. 61 год назад в Москве на площади Маяковского открыли одноименный памятник поэту. Фундамент для него подготовили еще в апреле 1940-го, но перед Великой Отечественной войной работы остановили. Бронзовую скульптуру высотой больше 6 метров извоял советский скульптор Александр Кибальников, удостоенный за эту работу Ленинской премии. И хотя в наше время площадь носит имя триумфальной, для многих жителей столицы она все так же Маяковского. Даже не верится, что еще совсем недавно программа «Утро нового дня» вот в последний раз выходила с морского побережья, с Черноморского района, когда вот так вот немножко поворачиваешься и видишь за спиной вот центр крымской столицы. Да что там, центр, весь город, как на ладони просто. Ощущение нечто невероятное. Конечно, но ты знаешь, слышно даже что-то слегка отдаленно похожее на шум моря. Правда, это шум людей, которые торопятся на работе на своем автомобиле. А я предлагаю тем временем совсем чуть поностальгировать и посмотреть о том, как же пройдет Гранд Финал Экстрим Крыма. Лето – это маленькая жизнь, а провести ее стоит так, чтобы запомнилось надолго. О том, чем же заняться в эти солнечные дни, и размышлять не нужно. Все необходимое для незабываемого отдыха есть здесь, на Черноморском побережье. Само название фестиваля Экстрим Крым говорит о том, что здесь, в Оленевке, образовалась точка соприкосновения двух морей – Черного и Моря Драйва. Роликовые коньки, BMX и скейтбординг за две фестивальные недели. Спортсмены со всего полуострова и из многих регионов России выполнили на этих рампах и трамплинах сотни головокружительных трюков. По всем трем направлениям прошли мастер-классы и соревнования. Прошли соревнования и по таким дисциплинам, как брейкинг и воркаут. А когда эти направления объединяются с акробатикой, получается новое – паркур или искусство рационального преодоления препятствий. Было не из того круто. Все ребята молодцы. Я очень рад, что они приехали сюда, показали уровень. Я считаю, что данное место для развития просто идеально, потому что море, солнце, пляж. А теплое, ласковое Черное море и является основной причиной, по которой сюда едут туристы. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями об отдыхе. На замечательный отдых приезжаем уже с третий год подряд с семьей. Чистое море, всегда аккуратные пляжи. Свои впечатления о фестивале я могу описать так. Общение без границ, море ярких впечатлений и эмоций. Тем не менее, все это очень индивидуально. И у каждого гостя и участника «Экстрим Крыма» будут свои впечатления. Скажи, что для тебя значит «Экстрим Крым»? Это спорт и свобода без рамок. Это драйв и постоянная работа над собой. Для меня это самый лучший отдых от рабочих будней. Для того, чтобы понять, что такое «Экстрим Крым» в полной мере, здесь нужно побывать. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем десять услышать. Стефан Филатов, Иван Ковалев. Утро нового дня. На самом деле, тот фестиваль «Экстрим Крым», который нам удалось увидеть, забыть будет очень непросто еще долго. Конечно. Но есть вещи, о которых, в принципе, стоит помнить регулярно. Поэтому, Саша, прямо сейчас давай отправляемся к нашему гостю. Да, тем более у нас в гостях сегодня Антон Якулевич, директор детского парка. Ну, с ним мы пообщаемся, потому что говорить мы будем не только о хорошем, но и, в первую очередь, о проблемах, проблемах симферопольских парков и о том, как к ним относятся горожане. Конечно, это правильно, потому что всякие проблемы нужно обсуждать. Замалчивать их нельзя ни в коем случае. Только так их можно решить. Безусловно. Доброе утро. Доброе утро, ребят. Доброе утро. Вы их первый гость, который посетил нашу утреннюю площадку вот на крыше жилого комплекса «Альфа». Замечательная площадка. Спасибо. Скажите, пожалуйста, и знаю я, что вот сейчас как раз таки в соцсетях очень много выкладывают видеоматериалов о том, как ломают скамейки, да, если не ошибаюсь, в детских парках. Вот какие-то вот такие неприятные моменты есть? Да, происходит. Не только поломки, но и вредительство, в том числе вандализм повсеместно происходит. Одна из последних проблем и актуальных не только для парков, но и для города в целом – это граффити. Вы знаете, вот центральная площадка возле сквера республики, вернее, в сквере республики, ее граффитчики посчитали нужным разрисовать. Это не всегда является искусством, особенно всевозможные надписи, которые детям уж точно не стоит читать. Поэтому я считаю, что такого не должно происходить не только в парках, но и в городе как таковом. Ну и ряд фотографий сейчас выкладывают с животными, которые содержатся в зооуголке как раз таки. И многие жители выражают города, да и гости тоже выражают свое недовольство. Расскажите, вот в каких условиях содержатся животные? Вы знаете, в первую очередь хотелось, конечно, поблагодарить жителей города, что они неравнодушны. Не только к проблемам, но и к зооуголку, и к животным. Это действительно важно, чтобы каждый принимал участие в развитии нашего города и отдельных элементов. То, что касается последних репортажей из зооуголка, ну, хотелось бы, знаете, в первую очередь сказать, что люди, которые делают выводы, исходя из фотографий или из видео, они не всегда являются экспертами или специалистами, и в области животных в том числе. Поэтому то, что касается той самой ламы, у нее действительно кривые зубы. Она действительно уже не молода, и 18 лет, при том, что средняя продолжительность жизни порядка 20 лет. Но сказать, что она худая, не получает еду, ну, это, вы знаете, это неправда. На самом деле она сама по себе, по своей конституции, по строению тела такая худощавая. К тому же мы ее подстригли, оголили бока. Чтобы жарко не было, да? Ну, во-первых, чтобы не было жарко, во-вторых, у нее шерсть скаталась. Поэтому мы ей придали эстетический вид, но люди посчитали, что такой живот, это и есть нарушение ее прав. Мы не даем еду, хотя это абсолютно не соответствует действительности. Буквально недавно приходили общественники с этим вопросом, поднимали. Проверку строили? Ну, вы знаете, может быть, даже не проверку, допрос директору, что же происходит. И при этом они честно, откровенно признали, что они не с войной, а с миром. И мы с ними достаточно конструктивно пообщались. Я их сводил в зооуголок еще раз, показал холодильник, в котором мы храним продукты, в котором мы кормим ту самую ламу и всех остальных животных. Ну, ряд вопросов сразу снялся. Я признаю, знаете, какую проблему, которая не то что проблема, а наша недоработка. О том, что мы достаточно мало информируем население о том, что происходит в зооуголке, и в частности с конкретными животными. Мы сейчас это устраняем, возле каждого животного планируем разместить информационные таблички, чем кормим, потому что люди иногда кормят тем, что нельзя... Ну, как лебедей хлебом, да? Вы знаете, ламу тоже нельзя хлебом кормить, нельзя целиком яблоко засунуть. А люди это делают иногда, неосознанно, неспециально, но происходит. Ну, хлебом, откровенно говоря, никого нельзя кормить, да, начнем с того, что... Ну, если он без масла, то да. Если без масла, тем более, я уже думаю, масло можно компенсировать. Но еще интересует вопрос контактности зооуголка, да, с простыми прохожими, которые не прошли на территорию самого зоопарка, а идут мимо. Насколько я знаю, ослики, лошади, да, вот жители могут буквально рукой дотянуться до вольеров с животными. Это же, по всей видимости, достаточно опасно, потому что, опять же, их могут кормить без контроля, да, мимо прохожие люди, и снэками разного рода, и могут даже кока-колу налить и подобного. Вы знаете, это происходит даже на той территории, которая ограждена и незаметно. То есть там, где буйвол у нас сидит, верблюд, туда люди бросают еду. Они почему-то считают, что если они принесли из дома кусок капусты, они ее могут туда бросить, если они даже не попали на территорию. То, что касается открытой территории, да, действительно, сейчас там мы выгуливаем лошадей, мы им даем простор. У нас есть такая на сегодняшний момент возможность, и лошадям это очень нравится. То, что касается ослика, который в контакте, он безобидный, хотя любое животное, конечно, может нанести ущерб или урон ребенку, там, укусить, цапнуть, это же животное. Ну, даже нарочно, не нарочно. Поэтому, конечно, осознаем тот факт, что родители должны в первую очередь следить за своими детьми и понимать, что любое животное может представлять опасность. Но, опять же, то, что касается данного ослика и лошадей, они ручные, они контактные, поэтому не было еще случаев, когда животное укусило или цапнуло. Главное, чтобы люди, которые проходят мимо, были ручными и контактными и не наносили вред ни ослику, ни лошадкам, потому что сам там совсем недавно был, протягиваешь руку, они к тебе подходят, особенно лошади, поздороваться. И, с одной стороны, здесь действительно прекрасно, с другой стороны, переживаю, что я-то протянул с благими намерениями, а кто-то другой может протянуть, чтобы, знаете, за ноздрю цапнуть. Ну, в любом случае, да, в ближайшем времени мы тогда ждем таблички информационные, да, где вы укажете какой рацион, да, что входит в рацион и остальную информацию, чтобы как раз-таки избежать вот таких вот случаев и потом общественного осуждения в соцсетях. Спасибо, что пришли к нам в гости. У нас сегодня в гостях был Антон Якулевич, директор детского парка. Спасибо и до новых встреч. А мы пока пройдем на свою... Да, пока мы идем, я хочу сказать, что вот если вас цапнет лошадь или даже лебедь в Гагаринском парке или кто угодно, то вы точно попадете в нашу следующую рубрику, потому что пока мы идем обратно, показываем вам подборку самого, ну, самого, наверное, громкого, кричащего видео из социальных сетей полуострова. Самый зрелищный парад. Так очевидцы описывают празднование дня военно-морского флота в Севастополе. Десятки десантных кораблей, запуск ракет, грохот пушек. Масштабно и завораживающе. Только посмотрите, сколько людей приехали, чтобы увидеть все своими глазами. Пока в Севастополе отмечали день ВМФ, в Ардженикидзе отпраздновали День Нептуна. Для самых маленьких устроили настоящее представление с перевоплощением. В сопровождении матроса, нечисти и русалочки с катера на берег сошел морской царь. Судя по видео, которым поделился один из очевидцев, в восторге остались не только дети, но и взрослые. Оживший кусочек Средневековья. Накануне в Судаке прошел рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем». Одна из участниц в социальных сетях поделилась роликом, снятым на месте событий. Чтобы прикоснуться к истории древнего мира, девушка приехала из Ставропольского края и взяла с собой сына. Где живем, там и летаем. Такое название видео получила от своего автора. Симферополец запустил квадрокоптер над одним из древнейших археологических памятников крымской столицы – Неаполем Скифским. С высоты птичьего полета и крепость, и места раскопок, несомненно, выделяются на фоне современных построек. По следам истории в объектив попал и Западный Крым. Путешественники отправились на катере к урочищу Малый Атлеш на Тарханкуте, заплыли в знаменитый 100-метровый туннель и дальше к Чаше любви. В 80-х в этом месте снимали фильм «Пираты 20 века». Не зря говорят, что лето – маленькая жизнь, и провести это время года нужно ярко. Например, погрузиться на дно Черного моря в балаклаве с аквалангом, как это и сделала туристка, приехавшая в Крым из Сибири. Сой жив. На улицах Гурзуфа – так точно. На набережной очевидцы засняли мужчину, исполнившего одну из самых известных песен легендарной советской рок-группы кино – «Кукушку». Даже спустя столько лет, когда где-то звучит этот хит 80-х, преданные фанаты не остаются равнодушными. Жить, радоваться и наслаждаться. На этих словах журналистка получила хлопок по бедру от игривого дельфина. Ситуация неловкая, но оттого не менее смешная. Хорошо, что не в прямом эфире, и можно сделать еще один дубль. Телебашня А я не могу найти нашего мобильного корреспондента, который, вот интересно, куда он сейчас приехал. Это, между прочим, Салия. Салия Салямова сегодня гуляет по улицам Крымской столицы и уже готова поделиться с нами последними новостями. Да, Салю заметить сложнее, чем башню. Саль, доброе утро. Поэтому сама расскажет. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Хочу всех поздравить, конечно же, с началом рабочей недели и пожелать удачного дня. Я сейчас нахожусь в Екатерининском сквере. Меня это место особенно притягивает, потому что в этом году здесь высадили розы. Как вы видите, они прекрасно себя чувствуют и преображают это место. Но, напомню, в прошлом году здесь было высажено 40 деревьев таких ценных пород, как писта, секвойя, кедр и так далее. Поэтому сюда хочется вновь приходить и приходить. Что касается города и людей. Ну, стоит отметить, что людей пока не так много. И, как вы видите, за моей спиной машина. Здесь тоже можно отметить, что пробок нет, заторов тоже. Поэтому в это время в 7.30 утра можно спокойно добраться на работу. Ну, кстати, те, кто только собирается на работу, мне хотелось бы отметить и дать вам ценную информацию по погоде на сегодня. Сегодня у нас ожидается до 33 градусов тепла. Я хочу сказать, что это очень жарко. Поэтому утепляться не стоит. Хотя в теньке, вы знаете, чувствуется какая-то некая прохлада. Ну, и хотелось бы сказать, что сегодня осадков не ожидается. Можете подальше спрятать зонтики. В Севастополе малооблачно. Такая же погода ожидается, в принципе, во всех городах Крыма. В Севастополе, например, будет чуть-чуть прохладнее. Буквально на 1 градус. Там сегодня ожидается до 32 градусов жары. Тоже малооблачно и без осадков. В Ялте прохладнее на 2 градуса. Там ожидается до 31 градуса со знаком плюс. Но вот что еще по погоде, синоптики предупреждают, что завтра она может несколько испортиться. Потому что ожидаются кратковременные дожди, сгрозы нет. Но это будет только завтра. И это касается только Симферополя. На самом деле сейчас, давайте я вам напомню, остается месяц до конца лета. Поэтому еще 30 дней мы будем дветься на солнышке и можем не переживать за то, что в любой момент может наступить зима. Нет, этого, надеюсь, не произойдет. Хотя многие сейчас в интернете пишут о том, что еще буквально неделя тепла. И после этого погода окончательно испортится. И лето у нас закончится. Но я вам напомню, что, как сами предупреждают работники гидромедцентра, настолько далеко узнать прогноз невозможно за месяц вперед. Максимум за 3-4 дня. Поэтому я надеюсь, что такие выводы были сделаны преждевременные. И не будем заранее с вами пугаться насчет этого. Но напомню, что сегодня очень жарко, сегодня очень тепло. Это уже ощущается. Поэтому вы можете насчет комфортной температуры, насчет комфортной одежды не переживать. Можете спокойно сегодня выходить на улицу, идти на работу и знать, что будет тепло. Зонтики брать не надо. В общем, все складывается очень хорошо. Ну, на этом у меня пока все. Я отправляюсь на следующую локацию. Коллеги, вам передаю слово. Уверена, что вам тоже есть что интересное рассказать. Может быть, не только о погоде, но и о каких-то других новостях. Думаю, нужно познакомиться поближе. Все-таки уже сколько вместе ведем. А я про тебя некоторых секретов все-таки не знаю. Поэтому давай начнем по порядку. Разберемся, любишь ли ты рыбалку. Мне кажется, последнее, что я буду любить, это рыбалку. А вот рыбу я как раз таки люблю. Ага, значит, все-таки... Выдержки у меня нет. Да, но я этого никогда не скрывала. Потому что, ну, я считаю, что нужна дюжая усидчивость, сила воли, терпение. А это то, чем обладает далеко не каждый человек. Ну, еще бы, но есть вот места, регионы, скажем так, где люди как раз таки поусидчивее настовые будут. Но там другая проблема. Там рыба закончилась. На севере усидчивости, поверьте, уж хватает. Потому что, в принципе, я думаю, что месяцев 7 в году люди только и делают. Что сидят и ждут, когда настанет лето. Да, и когда можно будет выйти на улицу не только на лунную рыбалку, через лунку, соответственно. Но вот проблема в том, что коренное население севера, которое... Севера России, Артем, имеет в виду, наверное. Да, которое всегда имело традиционную возможность вылавливать рыбу в реках, собирать икру. И, насколько я знаю, они имели даже право на это. Сейчас рыба лишилась, потому что запрос на рыбку выросли. Рыбопромышленность теперь в колоссальных масштабах шагает по северу. И забирает почти всю рыбу. И теперь вот северяне остались без традиционной закуски своей. Ну, дело в том, что проблема, наверное, там в первую очередь из-за того, что люди там привыкли засаливать эту рыбу. А потом в течение года или продавать ее, или питаться ей. Ну, и, скорее всего, и продавать, и питаться. И, получается, сейчас вот как раз-таки жители и Николаевск на Амуре, они особенно страдают от того, что им просто не хватает. Ну, как бы реки оказались безжизненными в основном. И сейчас им нечего ловить, чтобы продать либо съесть. И вот возникает самый актуальный вопрос. А если бы не было жителей севера, но реки все равно были бы пустыми, было бы это плохо? Я думаю, что да. Все равно, когда река пустая, без жизни, это, конечно, оставляет не лучший след на всей земле. Но вот кто любит рыбу и, между прочим, до сих пор ей питается, это, между прочим, наши соседи по территории. Правда, мы живем на Суже, а не в воде. Докатались о коме? Да, самых умных млекопитающих, помимо. Ну, самый умных млекопитающий все-таки еще человек, я думаю. Хотя, ты знаешь, да, возможно... Ну, я помимо людей, миловида. Вопрос, возможно, спорный, да. Но предлагаю познакомиться с дельфинами поближе, прямо сейчас. У каждого дельфина свой характер. Каждый дельфин — это индивидуальность. Такой подход сотрудников дельфинария — непростая лирика. Несмотря на достаточно дальние соседские отношения, дельфин является человеку самым близким и обаятельным другом по разуму. Веселые и позитивные морские млекопитающие уже давно неотрывно связаны не только с наукой, но и со сферой развлечений. Впрочем, как и на воле, здешние постояльцы также требуют особого ухода. Вся рыба должна быть только морской. Речная рыба не отдается ни в коем случае. Моллюсков, кальмары можно использовать, но это очень-очень дорого. Из деликатесов — красную рыбку. Вот они это любят. Зимой в рационе более жирная рыба. Летом, когда вода теплая, можно основываться на чем-то более легком. Но не только все детали питания нужно учесть. Ведь, как и для любого другого социального животного, самую важную роль играет живое общение. Основная деятельность дельфинов — это игра. Между собой они тоже постоянно общаются, постоянно играют. Ребята-тренера иногда им оставляют на воде игрушки. Вечно юные обитатели совсем не против и человеческой компании. Кожа дельфина обновляется каждый день. Именно поэтому они особенно любят, когда их чешут и поглаживают. Таким образом человек избавляет хитреца от ороговевших остатков эпителия. И все же в контакте с человеком есть нечто большее, чем просто любопытство. Дельфины всегда добродушные, контактные, очень дружелюбные и любят людей. То есть бояться их абсолютно не нужно, это ни к чему. Дельфин всегда придет в воде к тебе сам, если захочет дружить. У каждого животного свой особый характер. Самцы отличаются от самок. Те более любопытные и менее агрессивные. Но темперамент влияет и возраст. Каждый тренер знает особенности своего подопечного наизусть. Фрэнк, он более спокойный. Он из всей компании, как сказать, он самый взрослый. Фрэнку 16 лет. Ну, дельфинчиков ждет года два. Соответственно, если перейти на наш человеческий, то ему где-то 32. И идет он все так же. Как взрослый 30-летний парень. Несмотря на разницу в характере и настроении, первая встреча с дельфином ярким воспоминанием останется с вами на всю жизнь. Я знаю, что они еще умные животные. Ну, я первый раз их вижу в реальном мире. У нас уже дети успели поплавать дельфинами. Очень здорово. Так понравилось. Такие гладкие, как будто с кислин сделаны. Совершенно не важно, насколько мы разные. Ведь главным всегда было и остается то, в чем мы похожи. В дельфине человек нашел не просто развлечение, а настоящего друга и компаньона. Ведь глядя в его глаза, ты чувствуешь ту незримую бесконечную нить, что сплетает все живое воедино. Татьяна Балыкина, Алиса Троян, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Кому-то намного громадичнее кажется театр, либо кинотеатр. А что сейчас можно увидеть в таких заведениях, мы расскажем вам прямо сейчас. В этот день в кинотеатрах ремейк диснеевского мультфильма «Король лев». Картина полностью повторяет историю об отважном львенке по имени Симба, вышедшую в 1994 году. Герои, знакомые с детства, снова оживут на экране и заставят прочувствовать все с самого начала. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. На экранах захватывающая комедия «Алиру Ли». Случайная встреча может перевернуть жизнь с ног на голову. Именно это произошло с героями фильма. Однажды молодой таксист Стю подбирает пассажира, который оказывается полицейским, идущим по следу преступника. Сумеет ли водитель пережить опасное испытание и не потерять работу? Время сеанса вы можете выбрать сами. Поклонникам вселенной Марвел покажут продолжение культового фильма «Человек-паук. Вдали от дома». Основные действия происходят в Европе, куда Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы. Вот только отдохнуть без происшествий у ребят вряд ли получится. Им предстоит раскрыть тайну существ, пытающихся разрушить континент. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Также на экранах мелодрама «До скорой встречи». По сюжету в преддверии чемпионата мира футбольная звезда получает серьезную травму. Когда карьера спортсмена оказывается под угрозой, судьба преподносит ему еще один удар. На этот раз в сердце. Залечивать раны спортсмен отправляется в путешествие по России и встречает там любовь всей своей жизни. Время сеанса вы можете выбрать сами. Любителям мюзиклов покажут продолжение популярной франшизы «Шаг вперед 6. Город танцев». По словам создателей, сюжет картины будет связан с предыдущими историями. После шоу в Лас-Вегасе герои отправляются в Китай. Парням и девушкам из разных стран предстоит стать одной семьей и завоевать звание лучшей команды танцоров на планете. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Мы уже вернулись в нашу столицу, Симферополь. Позади экстрим Крым, позади море, пляж. Но это для нас, да? А ведь на самом деле сезон еще в самом разгаре и будет длиться и длиться. Ну и о том, как проходит сезон 2019 года, мы можем поговорить с нашим следующим гостем. Мы чуть-чуть попозже его представим. А на самом деле, вот правда, ты говоришь, что сейчас вот как раз таки июль, конец июля, а еще самые золотые времена. Это август, это сентябрь. Ой, как, мне не знаю, мне кажется, крымский сентябрь, сентябрь в Крыму не любить просто невозможно. Это преступление. Конечно, по-настоящему горит, знаешь, таким теплом, красками. Во-первых, это уже золото-листвы и плюс тепло, плюс еще теплое море. Ну, впрочем, о сентябре попозже, сейчас давай поговорим про июль. У нас в гостях сегодня Алексей Черняк, депутат госсовета Республики Крым, председатель комитета по санитарно-курортному комплексу и туризму. Ну, вот мы уже затронули как раз таки тему того, как проходит сейчас курортный сезон. И мы знаем, что уже увеличивается турпоток, все больше и больше туристов к нам едет. Ну, а все-таки о промежуточных итогах. Какую оценку вы можете дать? Оценка отлично. Связано это с тем, что мы идем стабильно, четко, с пониманием и прогнозируемо. На сегодняшний день, на пик сезона летнего, у нас отдохнуло уже 3 миллиона 346 тысяч отдыхающих. Это на 11% больше, чем в прошлом году. И с этим показателем плюс 10, 11, 12% ежемесячно мы и движемся. То есть это показано, что это четко стабильная ситуация в этом году. Мы прекрасно понимали, что в этом году мы увеличим где-то процентов на 10 максимум и дойдем до 7 миллионов с копейками туристов по круглому году. Следующий год у нас будет более интересный в том плане, что запускается железнодорожное сообщение, которое будет работать круглый год, который соединит с Уралом, Сибирью, с центральной частью Российской Федерации. И работать будет, как я уже сказал, круглый год, это 14 пар поездов, плюс межрегиональные 4 пары электричек, Краснодарский край, Крым. Вот здесь мы, конечно, ожидаем значительный приток. Ну, потому что доехать будет дешевле, да, в первую очередь? Во-первых, ценовая политика, а во-вторых, мы прекрасно все знаем, что самолеты у нас летают в основном в летний период. Там масса самолетов, авиакомпаний, которые сейчас в аэропорту, это, конечно же, на 4-5 месяцев в году. На зимний период расписание меняется, уменьшается количество рейсов, и самое... Прямых становится гораздо меньше, да? Да, прямых. Вот это самая главная проблема. Людям приходится летать с пересадками, это очень сильно удорожает отдых, поэтому для нас это очень важно, и для наших перспектив особенно. Но есть перспективы, как я понимаю, и на зимние сезоны тоже, в дальнейшем. Крым тоже сможет это предложить? Конечно. Крым красив круглый год, тем более наша главная задача – это развитие санаторно-курортной отрасли, это лечебной базы. В этом плане у нас конкурентов не существует вообще. Если по пляжному отдыху нас сравнивают с ЕГИ, с Турцией, с Болгарией, с Краснодарским краем, то, конечно же, наша база лечебная, она самая мощная, самая большая в Российской Федерации по количеству санаториев, по направлениям, по специализации. Поэтому в этом плане для нас, конечно, самое важное – это осенний-зимний период. Тогда мы выйдем на те показатели, которые стоят перед нашим руководством, которые стоят перед туристической сферой, 8 миллионов человек по круглому году отдохнувших и оздоровившихся в Крыму. Ну вот я знаю, что, допустим, в прошлом году, в позапрошлом, большой популярностью у туристов пользовался Судак. Судак даже вошел в число одного из самых недорогих курортов России. В этом году все-таки куда больше едут туристы? Ну, вы знаете, этот год показал стабильность, как я уже говорил, и у нас равномерно распределился турист. Понятно, что у нас Ялта не требует никакой рекламы, ни внешней, ни внутренней. Это бренд известный на весь мир с царских времен. Наша главная задача на сегодняшний день в плане перенаправления туристов – это, конечно, западное побережье. Сейчас у нас стоит еще главная задача – это доразвить Черноморский регион, Раздольнинский район, привлечь туристов. Это самые отдаленные участки. Мы прекрасно понимаем, что, опять-таки же, закончится трасса Таврида, легче будет туда добираться, тем более стройка идет. Качество дороги просто. Уже можно будет ехать и понимать, что ты не развьешь себе машину. И быстро доехать. А во-вторых, железнодорожное сообщение будет идти через Джанкой. Соответственно, люди могут выходить в Джанкой и спокойненько на автотранспорте, на автобусах добираться уже до Раздольного, Черноморского намного быстрее. А зимой, если мы развиваем? Я знаю, что хорошо. У нас в зимнее время года, у нас пользуются популярностью, опять же, такие спуски, сноуборд. Вот, да, вот, только снег выпадает, это Айпетри, сразу у нас люди пытаются выкладывать очень много фотографий в снегу зимних, потом создаются большие пробки. И про те две недели зимы знаменитые, да, в Крыму? Ну, они же здесь есть, родители сюда едут. Ну, они громкие, но при этом мы можем видеть и в феврале и в марте людей с лыжами, стоящих на остановках. Поэтому это действительно так. Еще в 58-м году первый раз обратили внимание на Крым в плане создания горнолыжных трасс. Причем не просто создания, а регулярно действующих и профессиональных. Поэтому у нас сейчас профильное министерство наших курортов и туризма разрабатывает вопрос, прорабатывает, точнее сказать, вопрос, связанный с развитием именно горной части Крыма в плане развития зимних видов спорта и зимних видов отдыха для туристов. С учетом того, что сейчас есть современнейшие технологии, которые позволяют искусственный снег делать, ну, что долго говорить, у нас есть так называемые пушки, колодцы. В Дубае, в Германии, где горнолыжные склоны есть, искусственно абсолютно сделаны, в закрытых помещениях в огромнейших, но пользуются за спросом. А зимняя олимпиада в Сочи, вы прекрасно знаете и наши зрители знают, применялись новые технологии, которые позволили провести на ура олимпийские игры зимние, при этом использовать очень большое количество искусственного снега и сохраненного снега. И в это время просто показать уровень. И показать уровень. Поэтому с учетом нынешних технологий вполне возможно продлить это удовольствие и сделать его стабильным, стандартным и профессиональным. Спасибо вам большое. А я напоминаю, что у нас в гостях был Алексей Черняк, депутат Госсовета Республики Крым и председатель комитета по санитарно-курортному комплексу и туризму. Ну, а пока мы наслаждаемся летом и ждем интересную, как обещают быть, зиму, предлагаю также посмотреть, что там вообще в мире происходит, особенно глазами пользователя интернета. Поэтому вот самая интересная подборка, специально для вас. Самый заботливый полицейский. В одном из районов Таиланда очевидцы заметили необычного персонажа. Страж правопорядка переоделся в костюм зебры, чтобы привлечь внимание детей. Сам герой объясняет свой поступок тем, что рядом находятся две начальные школы и в час пик там образовывается большая пробка. Непростая ситуация крайне опасна для маленьких пешеходов, а значит, стоит быть вдвойне внимательнее. Но порой с личной инициативой можно и переборщить. По неизвестной причине кузов мусоровоза воспламенился. В таком деле простым огнетушителям не обойтись. Вот и герою пришлось доставить пламя прямиком в пожарное отделение. Совсем не олимпийский огонь прибыл к месту вовремя. К счастью, все закончилось благополучно и никто не пострадал. Пушистая любительница фитнеса. Любовь к здоровому образу жизни объединяет не только людей, но и животных. Героиня этого ролика явно не против коллективных занятий спортом. Посмотрите, с каким упорством собака повторяет движения за девушками. Хозяйке питомца повезло, такая подруга точно не даст забросить тренировки. Когда работа в радость, если подойти к выполнению своих обязанностей с фантазией, то взамен можно получить еще и море позитивных эмоций. Этот мужчина решил поиграть в баскетбол с помощью садового пылесоса. Направив струю воздуха вверх, он раскручивает мяч и спустя пару попыток отправляет его прямо в корзину. Для счастья много не надо. Несмотря на финансовые трудности, отец не смог оставить дочь без праздничного подарка. Он принес дочери кусок именинного торта, чем и растрогал малышку до слез. Этот ролик очень быстро разлетелся по социальным сетям, и неравнодушные пользователи устроили для этой семьи настоящую праздничную вечеринку. Находка 500-летней давности. Таинственный парусник эпохи Возрождения был найден на дне Балтийского моря. Дайверы обнаружили судно еще в 2009 году, но внимание ученых оно привлекло только спустя 10 лет. По словам специалистов, экспонат сохранился в отличном состоянии и может стать настоящей археологической сенсацией. Интересно, что же еще скрывается в морской пучине. Самая преданная фанатка в любом деле без поддержки не обойтись. Школьный матч по футболу не стал исключением. Бабушка одного из игроков так увлеклась, что незаметно для себя тоже начала бегать вдоль поля. Настолько эмоциональное поведение привело зрителей в замешательство. И хоть игра закончилась проигрышем команды, женщина покорила сердца всех присутствующих. И вот теперь уже видно, как поднимается медленно солнце все выше и выше, потому что все больше зданий, они только дозираются теплым таким летним солнцем. А я напоминаю, что мы на всю эту красоту можем увидеть с крыши жилого комплекса «Альфа». Да, но, к сожалению, сначала хотелось сказать, а потом, первое, что к счастью, видим мы не все. Например, мы не видим пробок, а знаешь почему? Причина-то замечательная на самом деле. Потому что вот здесь их нет. Ну, вот на этой улице, которая не была. Ну, это да, с одной стороны, но я бы не был таким наивным. Где-то они там есть. Мы их не видим, потому что Симферополь настолько зеленый, просто посмотри, что на самом деле даже дорогу с такой высоты не видно, потому что она закрыта размашистыми кронами деревьев, зелеными, свежими, по-настоящему летними. Но у нас есть специально обученный человек, который вам о пробках расскажет. Прямо сейчас на площади Советской находится Саля. Давайте с ней поздороваемся и узнаем, как обстоят дела на дороге. Доброе утро, коллеги, еще раз. Ну что ж, хочется сказать, что этот летний день набирает обороты, потому что, как вы видите, количество машин увеличивается потихоньку. Но стоит отметить, что их пока что не так много, поэтому заторов нет и проблем с пробкой тоже. Ну, вот я начала говорить о машинах. Дело в том, что сейчас рассматривают новое предложение парковые места уменьшить. Если раньше по законодательству они составляли 5 метров 30 сантиметров в длину и 2,5 метра в ширину, то теперь хотят сделать так, 5 метров 30 сантиметров в длину так и оставить. А по ширине они будут составлять всего 2 метра. То есть оно немного сузится, и это позволит сделать намного больше парковочных мест, чем было. Я напомню, что сегодня в Симферополе 10 парковок работают в центре города, где стоимость 50 рублей за час, и есть 3 парковки, где стоимость достигает 100 рублей за час. Ну, и также напомню, что в прошлом году были планы построить многоуровневую парковку на 6 этажей. Она должна была быть подземной, подземный паркинг, но пока что, что касается этой новости, не могу вам точно гарантировать, что в скором времени такая парковка появится. Ну, вообще хочется сказать, что, вы видите, на работу можно пока что добраться легко. Я думаю, что через час ситуация изменится, но когда она изменится, я вам обязательно об этом расскажу, чтобы вам удобно было добираться на работу. Пока что, коллеги, у меня на этом все. Я передаю вам слово и перемещаюсь в это же время в другое место. Так, про героев рассказать тебе хочешь? Ну, после такой-то информации очень хочу. Ну вот, и просто я тут думаю, движение, самое время послушать, что там героического произошло. А, как известно, китайские таксисты машину на ходу установят и в горячую избу войдет. Я немножко про других людей такое слышала, а не про китайскую. Да, ну вот, про избу я тебе ничего не расскажу, а вот про автомобиль на ходу так с удовольствием. В общем, ситуация какая. В Китае в пробке, точнее не в пробке даже, а на светофоре, стояла себе семья. И мужчина-водитель решил выйти то ли в магазин, то ли куда, я не знаю, может, он припарковался у бордюра, а вот машину снять с передачи он забыл. И как только он вышел из машины, автомобиль спокойно себе поехал вниз по дороге. И с пассажирами. Вместе с его женой и ребенком. Ну, это, конечно же, увидел таксист. В лучших традициях Шиолини, между прочим, босиком по раскаленному асфальту. Он побежал вниз по дороге, залетел в открытую дверь автомобиля, нажал на тормоза, снял с передачи и спас семью. Как хорошо, что есть такие герои, но очень много еще героев существует, о которых мы не знаем. А еще очень редко мы знаем о тех людях, которые пытаются тайно выполнять какую-то свою работу. И о том, как о тех людях, которые тайно выполняют свою работу в аэропорту, расскажет Оля Литвиненко. Крым в качестве курорта выбирает все большее количество туристов. Первое место, куда попадают гости – аэропорт. Сервис, приветливость персонала и квалифицированность сотрудников – важна каждая деталь. Поэтому администрация нашей аэрогавани запустила программу «Тайный пассажир». Один из критериев качества обслуживания в аэропорту – это работа агентов по регистрации. Впрочем, их работу может оценить также любой другой пассажир. Кнопки обратной связи находятся у каждой стойки регистрации. Для участия в программе любой пассажир должен прислать заявку на электронный адрес аэропорта. Необходимо указать дату, номер рейса и свои контактные данные. Ответным письмом получаете задание и анкету для заполнения. Также дополнительно можно приложить фото и видеоматериалы. Все отзывы тщательно изучаются руководством. Критерии оценивания у нас пятибальная система. Оценивается каждый процесс, который проходит пассажир в аэропорту, начиная от входного досмотра, заканчивая посадкой, если это на вылет, либо по прибытию в аэропорт, прям от момента заруливания воздушного судна на место стоянки до получения багажа и выхода в город. Участники программы могут дать рекомендации по улучшению качества обслуживания. Сотрудники аэропорта учитывают мнение всех клиентов. Без исключения. В который раз я в Крыму, аэропорт классный, новый, современный, чистый, ну, наверное, пока новый. А так, единственное, что, если честно, покушать я нашла одно место всего. И все, хотелось бы как-то разнообразие, что ли. Красиво, все удобно вроде, так быстро, быстро все. Все очень замечательно. Честно, отрицательно не заметила. Потому что я зашла, и просто у меня такая красота. Честно, не хочется. А что вам больше всего понравилось? Мне очень нравится дизайн аэропорта. То, что здесь, достаточно быстро обслуживают людей. Благодаря отзывам тайных пассажиров, площадки для размещения тележек стали шире. А упакованный в аэропорту багаж начал брендироваться. Кроме того, все участники получают специальные призы и сувениры. Программа проходит уже третий год подряд. За такой период было принято 218 анкет. В этом сезоне набор заявок стартовал в январе и продлится до конца декабря. Ольга Литвиненко, Сергей Козырь. Утро нового дня. Три хорошие новости. Начну, пожалуй, с самой хорошей для зрителей. Первый час прошел, но будет еще один. В прямом эфире с 8 до 9 сразу на двух телеканалах. Первый крымский и Крым 24. Это, кстати, вторая хорошая новость. Ну а третий, Саша, заготовленный специально для нас. Прямо сейчас мы просто находимся на настоящей смотровой площадке. Это смотровая площадка жилого комплекса «Альфа». Это крыша, это 16-этажного здания. И отсюда мы можем видеть ситуацию в городе. Да, конечно, в основном это панорамные виды. Но если присмотреться, то слышно, во-первых, видно уже проезжающие автомобили. Мы видим, что движение становится все более и более интенсивным. И даже слышно шум машины. Вот понимаешь, да, вот после того, как мы вели утро нового дня на площадке на фестивале «Экстрим Крым», когда мы слышали по утрам шум моря, очень соскучились по шуму бурлящей жизни в городе. И по виду, по всей этой зелени. Потому что пляж это, конечно, прекрасно, но это достаточно монохромно, хочу сказать. Потому что это желтые прерии, желтый песок. Ну вот, а здесь, собственно говоря, зелень. Здесь видно Неапольский. Вот отсюда действительно видишь, насколько богат зеленью наш город. И видно, насколько он прекрасен. Потому что, опять же таки, благодаря этим видам с Неаполя, с Киевского, ну, хочется взять и прогуляться туда обязательно после работы. Все-таки уделите себе несколько часов отдыха, релакса и пройдитесь по этим улицам. Потому что иногда этот город раскрывается по-новому. Стоит лишь захотеть его видеть. Но, впрочем, я понимаю, что только тремя новостями мы никак не отделаемся. Придется рассказать еще. Поэтому предлагаю и начать. Вот, между прочим, прошел недавно день военно-морского флота РФ. Да, это было вчера. И его отмечали действительно во всей России. Очень ярко его отметили и в Севастополе. И в Севастополь даже приехал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Посетил его и глава Крыма Сергей Аксенов. Как отмечали день военно-морского флота в городе, герой расскажет Лиля Виджат. Выстрел из корабельного орудия 19 века, парусный фрегат «Херсонес» и «Екатерина II» на Графской пристани воссоздали историю и боевой путь Черноморского флота. В этом году появился символ праздника – флаг линкора императрица Мария флагманского корабля. Ракетный корабль и два вертолета Ми-8 мгновенно возвращают публику в реальность. В акватории Севастопольской бухты разворачиваются военно-морские силы. В парадном строю подводная лодка «Новороссийск», корабль береговой охраны «Изумруд», ракетные и десантные корабли. Завершает парадный строй флагман Черноморского флота «Крейсер Москва». Вот он, боевой путь Черноморского флота. В эти минуты идет уничтожение противника. Корабли, авиация атакуют подводную лодку, чтобы обеспечить контроль над водной акваторией и высадить десант. Морским военным осталось ждать считанные минуты. На арене боевых действий подводная лодка противника. Авиационная доразведка вычисляет расположение. Военная операция завершилась освобождением захваченного террористами судна. Морская пехота ставит точку в бою рукопашным представлением. Город русских моряков. День ВМФ отмечает с размахом. Юбилейный праздник посетили десятки тысяч гостей. День Победы есть у нас и День военно-морского флота. Когда весь Севастополь собирается здесь, на Приморском бульваре, для того, чтобы увидеть наши корабли, наш российский флот. Мы приехали из города Печор, республика Коми, для того, чтобы посмотреть порядок военно-морского флота. Для меня это особенный день, так как я здесь прослужил почти три года. Военно-спортивный праздник продолжился выставкой вооружения и техники береговой охраны Черноморского флота. Лили Виджат, Андрей Заричный, Новости 24, Севастополь. Ну и конечно, чтобы увидеть парад в честь Дня военно-морского флота России, в Севастополь приехали сотни тысяч людей с разных уголков нашей большой необъятной страны. И, наверное, они не ожидали тот ажиотаж, с которым пришлось столкнуться, потому что зрелище великолепное, завораживающее. И ради него стоит просто приехать в Крым, ради него стоит приехать в Севастополь, который просто поражает своим великолепием в эти дни. Да, ты знаешь, почувствовать себя чем-то очень маленьким на фоне чего-то, что гораздо больше и мощнее тебя, любят большое количество людей. Поэтому вообще было невозможно фактически найти место. И с какими трудностями еще пришлось столкнуться? Между прочим, узнал наш корреспондент Анастасия Соснина, поэтому давайте посмотрим. Семья Мешковых из Ленинградской области недавно приехала отдыхать на полуостров. Все ради того, чтобы отметить день военно-морского флота в Севастополе. Ну и более того, хочется рассказать, насколько здорово в эту летнюю пору просто наслаждаться крымским летом, просто добираясь до работы. Сейчас я уверена, что огромное количество людей, горожан, да и жителей полуострова не просто заваривают чай, а уже спешат из дома, пытаются выйти, думают, что надеть, как подготовиться ко всем капризам нашей природы. Потому что крымское лето, как крымская весна, в принципе, и крымская погода – это нечто невероятное и непредсказуемое. Да, я согласен с тобой полностью, потому что вот ты иногда выходишь, небо чистое-чистое, ты думаешь, как хорошо, ну и тебе падает первая капля на нос. Но хочу сказать, что вот у меня на примере есть принципиальная позиция – я никогда не беру с собой зонт. Я лучше посмотрю прогноз погоды, украдкой, знаешь, решу для себя так, дождь, значит, беру автомобиль или быстренько бегу из-под карниза, под карниза. Но вот взять с собой зонт, таскать его для меня очень сложно. А я понимаю, что зря. Ну, на самом деле, не всем людям удобно добираться с зонтом, да и тем более далеко не у всех есть автомобили. И вот чтобы ограничить себя от разного рода неприятностей, неожиданностей, мы сейчас покажем вам прогноз погоды. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Так, сейчас проверим, кто же из вас смотрит нас уже достаточно давно. Что такое Марсианское озеро и где оно находится, знаете? Ну, потому что это небольшой затопленный карьер возле Скалистого. Я когда-то снимал там сюжет, знаешь, сейчас аж ностальгия пробежала легкая. Дрожь по коже, вот так вот начинается утро в эфире. Да, ностальгия по коже, да, к какому доктору обращаться. Ситуация заключается в том, что озеро-то, оказывается, отлично подходит для вообще подготовки к спасению людей на воде. Потому что оно достаточно небольшое, но при этом глубокое. Вода там пресная, что, наверное, немножко усложняет работу, что полезно. Да, но слегка мутноватое дело в том, что именно из-за этого оттенка, из-за того, что там известь, да, есть, насколько знаю, там добывался знаменитый инкармянский камень. И оно тоже вот немножечко как раз таким, это было место добычи камня. И в связи с чем все-таки вот это вот природные камни, которые добывали, он дает свой характерный цвет, за счет чего вот голубоватый оттенок это озеро и называется марсианским. Ага, это сейчас продемонстрировало, что она смотрела, мой сюжет, и очень внимательно смотрела, знает, что там просидело, да. Ну и в общем, на марсианском озере сейчас вот недавно буквально прошли учения сотрудников спасательных служб, они, по всей видимости, ныряли в воду, доставали оттуда что-то. И вот мне все-таки интересно, надо будет у них как-нибудь уточнить, пригласить нам в гости и спросить, есть ли там затопленная техника на дне этого озера или нет, потому что всему Крыму интересно, правда. Ну, потому что очень многие утверждают, что эта техника на дне озера есть, и при этом я знаю еще большее количество людей, которые утверждают, что ее там давно нет или в принципе ее там нет. Есть те, кто утверждают, что они и в кабинку залазили, и там и руль крутили, знаешь, на дне озера. Ну это, знаете, как говорят, что у страха глаза велики, а у слухов уши большие. Это знаменитые крымские фантасты, знаешь, этим людям бы в кино сниматься или снимать свое кино. А вообще лучше даже, наверное, сходить в кинотеатр, отдохнуть, может быть, поменьше фантазировать будут. Ну или, может быть, придумать или похитить какую-нибудь идею из какого-нибудь красивого или креативного сюжета. Ну а что сейчас можно увидеть в театрах или кинотеатрах, мы вам сейчас и расскажем. В этот день в кинотеатрах ремейк диснеевского мультфильма «Король лев». Картина полностью повторяет историю об отважном львенке по имени Симба, вышедшую в 1994 году. Герои, знакомые с детства, снова оживут на экране и заставят прочувствовать все с самого начала. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. На экранах захватывающая комедия «Алиру Ли». Случайная встреча может перевернуть жизнь с ног на голову. Именно это произошло с героями фильма. Однажды молодой таксист Стю подбирает пассажира, который оказывается полицейским, идущим по следу преступника. Сумеет ли водитель пережить опасное испытание и не потерять работу? Время сеанса вы можете выбрать сами. Поклонникам вселенной Марвел покажут продолжение культового фильма «Человек-паук. Вдали от дома». Основные действия происходят в Европе, куда Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы. Вот только отдохнуть без происшествий у ребят вряд ли получится. Им предстоит раскрыть тайну существ, пытающихся разрушить континент. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Также на экранах мелодрама «До скорой встречи». По сюжету в преддверии чемпионата мира футбольная звезда получает серьезную травму. Когда карьера спортсмена оказывается под угрозой, судьба преподносит ему еще один удар. На этот раз в сердце. Залечивать раны спортсмен отправляется в путешествие по России и встречает там любовь всей своей жизни. Время сеанса вы можете выбрать сами. Любителям мюзиклов покажут продолжение популярной франшизы «Шаг вперед 6. Город танцев». По словам создателей, сюжет картины будет связан с предыдущими историями. После шоу в Лас-Вегасе герои отправляются в Китай. Парням и девушкам из разных стран предстоит стать одной семьей и завоевать звание лучшей команды танцоров на планете. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Слово о кино. Я называю события, а ты говоришь фантастический фильм или реальность. Итак, по пунктам. Китайский школьник, невзрослый, угнал два самолета. Первый взлететь не смог, зато второй он мне бы поднял и даже богополучно вернул. Я не знаю ни одного фильма, хотя я, в принципе, немного фильмов знаю, потому что я не киноман, в которых был бы такой сюжет. Может быть, ты мне скажешь, чем это все закончится, и я что-нибудь доспомню? Да, потому что это реальная жизнь. Представляете, чего только в Поднебесном не происходит действительно. То есть школьник угнал самолет и взлетел на нем? Ну, на первом взлететь не получилось, потому что вот на земле рулитими оказывается гораздо сложнее, чем в небе. Я, если честно, этого не знал совершенно, но справиться с машиной на земле очень трудно. И во-первых, он прям забор зарулил, а второй, да, он сделал небольшой кружок, приземлился, вернулся и, собственно говоря, сбежал. Но вот дома уже спящим, отдыхающим после нелегкого полета его нашла полиция. Конечно, в тюрьму сажать парня никто не будет, но вот штраф светит неслабый. Ну, я просто, мне интересно, чем занимались сотрудники аэропорта, которые не заметили, как угнали первый самолет? Ладно, если бы второй, ну, вот как бы, он же успел еще и второй поднять в небо. Я думаю, что, знаешь, скорее всего, взлетом это назвать сложно. Я полагаю, что просто шоссе оторвались от земли, он сделал крупный аэропорт и приземлился. Но в любом случае, да, что история захватывающая и по-настоящему экстремальная. Но у нас тоже Саша хватило экстрима в свое время. Да, и о том, как это проходило и что можно было увидеть на фестивале «Экстрем Крым», с которого «Утро нового дня» выходило в течение двух недель, каждое утро, мы вам сейчас и покажем. Лето – это маленькая жизнь, а провести ее стоит так, чтобы запомнилось надолго. О том, чем же заняться в эти солнечные дни, и размышлять не нужно. Все необходимое для незабываемого отдыха есть здесь, на Черноморском побережье. Само название фестиваля «Экстрим Крым» говорит о том, что здесь, в Оленевке, образовалась точка соприкосновения двух морей – Черного и Моря Драйва. Роликовые коньки, BMX и скейтбординг за две фестивальные недели. Спортсмены со всего полуострова и из многих регионов России выполнили на этих рампах и трамплинах сотни головокружительных трюков. По всем трем направлениям прошли мастер-классы и соревнования. Прошли соревнования и по таким дисциплинам, как брейкинг и воркаут. А когда эти направления объединяются с акробатикой, получается новое – паркур или искусство рационального преодоления препятствий. Было не из того круто. Все ребята молодцы. Я очень рад, что они приехали сюда, показали уровень. Я считаю, что данное место для развития просто идеально, потому что море, солнце, пляж. А теплое, ласковое Черное море и является основной причиной, по которой сюда едут туристы. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями об отдыхе. На замечательный отдых приезжаем уже с третий год подряд с семьей. Чистое море, всегда аккуратные пляжи. Свои впечатления о фестивале я могу описать так. Общение без границ, море ярких впечатлений и эмоций. Тем не менее, все это очень индивидуально. И у каждого гостя и участника «Экстрим Крыма» будут свои впечатления. Скажи, что для тебя значит «Экстрим Крым»? Это спорт и свобода без рамок. Это драйв и постоянная работа над собой. Для меня это самый лучший отдых от рабочих будней. Для того, чтобы понять, что такое «Экстрим Крым» в полной мере, здесь нужно побывать. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем десять услышать. Стефан Филатов, Иван Ковалев. Утро нового дня. Ну и ты видишь, как преображается наш город? Вот в последнее время, особенно в последние два месяца. Да, определенные изменения очевидны. Я тебе больше скажу, но помимо того, что ремонтирует набережную реки Салгир, так и подрядчик капремонта набережной реки, он в Симферополе уже закончит работы по укладке тротуарной плитки. Но вообще он должен это сделать до конца августа, так требует глава администрации Симферополя Наталья Маленко. И вот от улицы Шмидта до участка возле мемориала «Вечный огонь» проложены уже все коммуникации, поднаружное освещение, кабельная канализация. То есть мы теперь уже ждем, подготовительные работы завершены, и мы уже ждем, когда будут укладывать плитку. Ну то есть такие менее проходимые участки набережной, их будут укладывать уже в сентябре, а всю основную работу должны уже закончить до конца августа. — Знаешь, вот на самом деле очень интересно, это ведь получается, что нам выпустла возможность прогуляться по той самой набережной, о которой мне рассказывал дедушка, рассказывала бабушка широкой, просторной, аккуратной, знаешь, и покормить, возможно, ту самую знаменитую цаплю. — Ну я очень надеюсь, что так это и будет, как ты описываешь, красиво и романтично, и может быть этот день войдет для тебя в твою личную какую-то душевную историю. Но о других датах и других событиях, которые стали историческими, значимыми, потому что они произошли 29 июля, мы вам расскажем прямо сейчас. В этот день в 1993 году на чемпионате чтецов перуанец Филипп Карбонелл за один час рассказал 345 анекдотов. Достижения мужчины, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса, никто не сумел повторить по сей день. 29 июля в 1817 году в Феодосии родился русский маринист Иван Айвазовский. За 83 года художник написал более 6000 картин, часть из которых — пейзажи на морскую тематику. Одна из самых известных работ Айвазовского — «Девятый вал». На сегодняшний день хранится в Русском музее Петербурга. 71 год назад в Лондоне открылись 14-летние Олимпийские игры, первые состоявшиеся в послевоенное время. Международная встреча собрала более 4000 человек из 59 стран и стала шагом к восстановлению мира. До этого Олимпийский огонь зажигался 12 лет назад в Берлине. В этот день в 1836 в Париже на площади Шарля де Голля торжественно открыли Триумфальную арку, которая уже 183 года является гордостью французской столицы. Строили монумент по приказу Наполеона, как символ побед его великой армии. Пилоны арки украшены барельефами, дизайном которых занимались лучшие скульпторы мира. На крыше смотровая площадка, а внутри находится музей. 119 лет назад родился полководец, маршал Советского Союза Филипп Голиков. В предвоенное время он был начальником разведывательного управления Генштаба. В Великую Отечественную командовал армиями и фронтами, а в послевоенный период возглавлял главное политическое управление Советской армии и военно-морского флота. В этот день в 1914 родился французский изобретатель Марсель Бик. Это имя вошло в историю в конце 50-х и стало легендой. После Великой Отечественной войны вместе со своим другом Эдуардом Буффордом Бик стал владельцем разрушенного завода. Мужчины организовали там производство шариковых ручек и механических карандашей, а в 70-е годы вышли на рынок с зажигалками и одноразовыми лезвиями для бритв. 61 год назад в Москве на площади Маяковского открыли одноименный памятник поэту. Фундамент для него подготовили еще в апреле 1940-го, но перед Великой Отечественной войной работы остановили. Бронзовую скульптуру высотой больше 6 метров извоял советский скульптор Александр Кибальников, удостойный за эту работу Ленинской премии. И хотя в наше время площадь носит имя триумфальной для многих жителей столицы, она все так же Маяковского. А ведь знаешь, в Симферополе тем временем прибавляется в числе достопримечательностей. Ну, безусловно, их очень много. Одна из них, мне кажется, это та самая соборная мечеть, которая просто все больше и больше, все великолепнее и великолепнее выглядит, и которая наконец-то вот прям достраивается. Видно вот весь масштаб работ. Да, вот отсюда хочу сказать, что видно уже минорет. Ты, три, вроде бы, если я вижу все правильно. Представляете, какая она здесь обзорная, обширная площадка, и мы можем видеть практически весь город, в том числе разные его уголки. Но если мы уже заговорили о соборной мечети, то я думаю, что в этом вопросе сейчас более компетентность. Алия Салямова находится около нее, и ей есть что нам рассказать. Доброе утро, коллеги, еще раз. Ну что ж, я хотела вам показать сейчас, как преображается наш город. Напомню, что большие инфраструктурные объекты уже появляются. Следующая на очередь – соборная мечеть Симферополи. Стоит отметить, она будет самой большой в Восточной Европе. Она уже расположилась на территории почти три гектара. У нее четыре минарета, высота которых составляет 50 метров. Вес одного купола – почти 200 тонн. Я напомню, что весной этого года на минаретах уже установили полумесяцы. Они вовсю блестят, их можно будет увидеть, посмотреть на них здесь в реальности, с улицы. Ну а также весной строились там винтовые лестницы. Также на территории этой мечети будет расположен гостиничный комплекс, в котором смогут останавливаться делегации, пекавшие за рубежа. Ну а здесь появится также административное здание, где будет располагаться мультияд. И в скором времени будет построен исламский университет. Но еще хотелось бы отметить, что эта мечеть будет похожа на мечеть Симаджа Миги Фатори, которую строил османский изочий Хаджи Синан. Он когда-то строил свою очередь в Бани для Раксаланы, а также ее мавзолей. А его ученики причастны к строительству Голубой мечети в Стамбуле и легендарного Тадж Махала. Ну а также историки склоняются к мнению, что эта мечеть будет миниатюрной проекцией мечети Айя-София, или собор Айя-София, который находится тоже в Стамбуле. И считают, что это будет его архитектурным потомком. Ну что ж, мы уже действительно видим, что строительство вовсю идет. Я напомню, что открытие мечети планируется весной следующего года. Немножко сроки перенесли, потому что здесь действительно много работ. Рабочие работают в две смены. И хотелось бы сказать, что даже сейчас я вижу, что есть люди на крыше. Конечно же, строительство идет даже именно в этот момент, несмотря на столь раннее время. Но я надеюсь, что в скором времени уже она сможет собирать все пять тысяч человек, на которые рассчитано, и сюда будут приезжать люди в основном с целью, конечно же, помолиться. Ну и она станет, наверное, мекой или местом притяжения для туристов, где можно будет сделать фотографию, потому что, напомню, она будет в самой большой в Восточной Европе, и, конечно же, в Крыму в первую очередь, что не может не радовать. На этом, коллеги, у меня пока что все. Но я надеюсь, вы успели насладиться мечетью, а я отправляюсь дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 350 метров. Как ты думаешь, много, мало? Ну, высоту в глубину. В длину? Ну, это в любом случае много. Вот на такое расстояние, точнее, собственно, открыл, отплыл, отдыхающий на надувном круге. Мне кажется, тогда не отплыл, а отнесло его, наверное, да? Ну, ты знаешь, я думаю, там совокупные факторы повлияло. Ну, да, отнесло в море, и пришлось его спасать спасателем, потому что вернуться к берегу из-за сильного ветра у мужчины уже не получалось. Я просто представляю, какой-то был стресс для человека, какое истощение психологическое, может быть, даже и физическое, нет? Конечно, однозначно, когда твоя жизнь напрямую зависит от огромного надутого такого круга, который держит тебя на плаву, и ты его только и ждешь, когда кто-нибудь придет на помощь. Но замечательно, что спасли, очень правильно. Но я, кстати, слышал истории, что в крымских морях, ну, даже, наверное, в море, в черном только, обитают другого рода спасатели. Ну, главное, чтобы какие бы спасатели где не обитали, нужно помнить, что на воде стоит проявлять бдительность и думать о своей безопасности. Но о каких спасателях ты говоришь? Ой, Саша, я говорю о дельфинах. И, кстати, благодарны за то, что они периодически спасают людей, их ловят и сажают в бассейн и учат специальным трюкам. Поэтому прямо сейчас давайте посмотрим о том, как живут дельфины в дельфинарии. У каждого дельфина свой характер. Каждый дельфин – это индивидуальность. Такой подход сотрудников дельфинария – непростая лирика. Несмотря на достаточно дальние соседские отношения, дельфин является человеку самым близким и обаятельным другом по разуму. Веселые и позитивные морские млекопитающие уже давно неотрывно связаны не только с наукой, но и со сферой развлечений. Впрочем, как и на воле, здешние постояльцы также требуют особого ухода. Вся рыба должна быть только морской. Речная рыба не отдается ни в коем случае. Моллюсков, кальмары можно использовать, но это очень-очень дорого. Из деликатесов – красную рыбку. Вот они это любят. Зимой в рационе более жирная рыба. Летом, когда вода теплая, можно основываться на чем-то более легком. Но не только все детали питания нужно учесть. Ведь, как и для любого другого социального животного, самую важную роль играет живое общение. Основная деятельность дельфинов – это игра. Между собой они тоже постоянно общаются, постоянно играют. Ребята-тренера иногда им оставляют на воде игрушки. Вечно юные обитатели совсем не против и человеческой компании. Кожа дельфина обновляется каждый день. Именно поэтому они особенно любят, когда их чешут и поглаживают. Таким образом человек избавляет хитреца от ороговевших остатков эпителия. И все же в контакте с человеком есть нечто большее, чем просто любопытство. Дельфины всегда добродушные, контактные, очень дружелюбные и любят людей. То есть бояться их абсолютно не нужно. Это ни к чему. Дельфин всегда придет в воде к тебе сам, если захочет дружить. У каждого животного свой особый характер. Самцы отличаются от самок. Те более любопытные и менее агрессивные. Но темперамент влияет и возраст. Каждый тренер знает особенности своего подопечного наизусть. Фрэнк, он более спокойный. Он из всей компании, как сказать, он самый взрослый. Фрэнку 16 лет. Ну, у дельфинчика ждет года два. Соответственно, если перейти на наш человеческий, то ему где-то 32. И идет он все так же. Как взрослый 30-летний парень. Несмотря на разницу в характере и настроении, первая встреча с дельфином ярким воспоминанием останется с вами на всю жизнь. Я знаю, что они еще умные животные. Но я первый раз их вижу в реальном мире. У нас уже дети успели поплавать дельфинами. Очень здорово. Так понравилось. Такие гладкие, как будто с кассирин сделаны. Совершенно не важно, насколько мы разные. Ведь главным всегда было и остается то, в чем мы похожи. В дельфине человек нашел не просто развлечение, а настоящего друга и компаньона. Ведь, глядя в его глаза, ты чувствуешь ту незримую бесконечную нить, что сплетает все живое воедино. Татьяна Балыкина, Алиса Троян, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Один из популярных видов развлечения на полуострове в сфере услуг, но конкретнее и более обширно. Мы можем поговорить о сфере услуг с нашим следующим гостем. Предлагаю к нему с часа отправиться. Пошли. Тем более, что Крым, особенно в разгар курортного сезона, он может знатно удивить туристов. И в первую очередь, многими положительными вещами. И то, как увеличивается, как разрастается эта сфера услуг, и то, что может предложить туристу крымчанин. Конечно. Но я хочу сказать, что необходимо убедиться в ее качестве. О том, что сервис, который предлагает Крым достойного уровня, и то, что турист, да и что уж туристы, местные жители важны не меньше, тоже будут в комфорте. Да, здравствуйте. У нас в гостях сегодня Станислав Забаштанов, член Крымского оригинального штаба ОНАЭС, член группы «Качество повседневной жизни». Здравствуйте. Доброе здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как раз-таки, давайте поговорим о независимой оценке качества условий оказания услуг в организациях сферы культуры. То есть на каком уровне сейчас у нас как раз-таки сфера эта, и как проводятся проверки? Вы ведете речь о культуре, да? Безусловно, да. Да, я председатель еще Общественного совета Минздрава Крыма по независимой оценке качества оказания условий услуг здравоохранения. Ну, что сказать. Вот общественные советы созданы по 392-му федеральному закону. В 2017 году Владимир Владимирович подписал указ, и этот федеральный закон вступил в силу. Четыре министерства создали такие общественные советы. Это Минздрав, Минобразование, Минкультуры и Минтруда и соцзащиты. И, конечно, задачи поставлены такие. Независимая оценка. В эти общественные советы вошли люди, которые не имеют никакого отношения по своей деятельности к, например, здравоохранению. Ну, для того, чтобы она была независимой, наверное. Совершенно верно. Туда не допускаются органы власти, то есть депутаты, действующие в каких-то структурных подразделениях, управленцы. И даже общественники, которые возглавляют, ну, допустим, культуру. Что касается независимой оценки, как вы задали, по культуре. На что обращать внимание? На то, насколько эти очаги культуры у нас доступны. Речь идет о чем и о ком. Это детки маленькие на колясочках с мамами, это инвалиды на колясках, как они могут. Это вы о доступности, о комфортной городской среде, допустим, да, сейчас говорите? Не только. Мы говорим, вы задали вопрос по культуре. Да. Поэтому культура – это тоже та же самая доступность всем слоям населения. В том числе, если простой человек туда зайдет, все нормально, то уже инвалиду или человеку с какими-то ограничениями сложно туда попасть. Поэтому сегодня федеральная целевая программа и национальный проект культура определили четкое понятие, что все условия должны быть созданы. Сюда входит и оснащение. Мало того, мы понимаем, если инвалид по слуху зашел в учреждение, да. А как ему услышать это все и понимать, что он находится не отвлечен? То есть надо предусматривать тут и сурдоперевод, наверное. И, наверное, какие-то необходимые средства современные, которые позволят этому человеку быть в социуме полноценным. Так, ну и насколько это реализовано уже на данный момент? Это все на марше. То есть мы сегодня не готовы сказать, что все в Крыму уже хорошо. И в здравоохранении, и в культуре, и в образовании, и в социальных вещах. Все вопросы идут по линии федеральной целевой программы. Да, каждый год сдаются дома культуры и в сельской местности. Обновляются костюмы. Вот сколько раз мы ездили снимать репортажи по разным поселениям сельским. И видим, что там крышу подремонтировали. Где-то еще нужно подремонтировать. Да, но задача все-таки стоит комплексно подойти. Все-таки одна крыша не решает вопрос. Вы правильно сказали. Нужны и костюмы, нужна и аппаратура. Нужно в залах поменять стулья, кресла. Нужно поменять аппаратуру, которая транслирует кинофильмы. Это уже современные условия. Поэтому тут работает несколько программ. Это и программа федеральная целевая, это и региональная программа. Крым выделяет достаточно много денег. Ну и Крыму выделяют. И Крыму выделяют, да. Я вот не могу не спросить, извините, что к такому вопросу хочу. Сейчас в сезон, разгар курортного сезона, очень много людей, пока дети на летних каникулах, отправляют их в различные лагеря. Проверяли вот какие-то лагеря детские, какие условия там питания, содержания, все ли в порядке? Или у нас возникают с этим проблемы? Нет, мы проверяем лагеря для того, чтобы понимать, насколько там комфортно детям. Какое белье, на чем они спят, какие у них планы на день, как они заняты и чему обучаются. И надо сказать, что с каждым годом вот инфраструктура для приема детей, она улучшается. Да, есть недостатки, где-то недостаточно еще санузлы подготовлены, где-то пляжи, может быть, не на самом современном уровне находятся. Но вот каждый год становится, мы каждый год проезжаем и смотрим, что же происходит. Надо сказать, что из материка, с Мурманска, с Дальнего Востока детки приезжают из домов, ну, будем говорить, детства, которые лишены такой материнской, отцовской поддержки. И, конечно, Крым встречает с теплом, старается и накормить хорошо, добротно, и создать условия. Не везде все еще это на должном уровне, но процесс продолжается. И наша задача указывать на проблемы, которые существуют, предлагать, не просто, знаете, как вот сказать и сказать. Ну, здесь проблема, нужно искать варианты, нужно искать выходы. Мы предлагаем, что нужно сделать для того, чтобы нам было не стыдно принимать детей, чтобы от посещения Крыма у них оставалось теплое, доброе, как у их родителей в советское время, когда они детьми были здесь. И мы зачастую видим, когда в эфирах знаменитые люди говорят, мы детьми были и в Паторе, мы были на Тарханкуте. Да, и очень этим гордятся. Да, и знаете, вот это детское воспоминание, оно остается на всю жизнь и впитывает. Это здорово. От рада слышать, что ситуация меняется именно в такую сторону. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Станислав Забаштанов, член Крымского регионального штаба ОНФ, член группы «Качество повседневной жизни». Спасибо, что пришли к нам. Я хочу поздравить телевидение наше с этой удивительной площадкой, на которой мы сегодня находимся. Это подарок для крымчан. Они видят уже совершенно новое качество. И, ну, успехов вам. Спасибо вам большое. Спасибо большое за приятные слова. Ну, а я тем временем, пока мы с Александрой будем возвращаться на наши прежние места, хочу вам кое-что показать. Как известно, доверяй, но проверяй. И именно поэтому мы подготовили для вас подборку самых вот, ну, самых злободневных, да, самых... От последних новостей, что прошли на полуострове и которые пользуются популярностью в крымском интернет-сегменте. Самый зрелищный парад. Так очевидцы описывают празднование дня военно-морского флота в Севастополе. Десятки десантных кораблей, запуск ракет, грохот пушек. Масштабно и завораживающе. Только посмотрите, сколько людей приехали, чтобы увидеть все своими глазами. Пока в Севастополе отмечали день ВМФ, в Ардженикидзе отпраздновали День Нептуна. Для самых маленьких устроили настоящее представление с перевоплощением. В сопровождении матроса, нечисти и русалочки с катера на берег сошел морской царь. Судя по видео, которым поделился один из очевидцев, в восторге остались не только дети, но и взрослые. Оживший кусочек средневековья. Накануне в Судаке прошел рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем». Одна из участниц в социальных сетях поделилась роликом, снятым на месте событий. Чтобы прикоснуться к истории древнего мира, девушка приехала из Ставропольского края и взяла с собой сына. Где живем, там и летаем. Такое название видео получила от своего автора. Симферополец запустил квадрокоптер над одним из древнейших археологических памятников крымской столицы – Неаполем Скифским. С высоты птичьего полета и крепость, и места раскопок, несомненно, выделяются на фоне современных построек. По следам истории в объектив попал и Западный Крым. Путешественники отправились на катере к урочищу Малый Атлеш на Тарханкуте, заплыли в знаменитый 100-метровый туннель и дальше к Чаше любви. В 80-х в этом месте снимали фильм «Пираты 20 века». Не зря говорят, что лето – маленькая жизнь, и провести это время года нужно ярко. Например, погрузиться на дно Черного моря в Балаклаве с аквалангом. Как это и сделала туристка, приехавшая в Крым из Сибири. «Сой жив» на улицах Гурзуфа – так точно. На набережной очевидцы засняли мужчину, исполнившего одну из самых известных песен легендарной советской рок-группы кино – «Кукушку». Даже спустя столько лет, когда где-то звучит этот хит 80-х, преданные фанаты не остаются равнодушными. Жить, радоваться и наслаждаться – на этих словах журналистка получила хлопок по бедру от игривого дельфина. Ситуация неловкая, но оттого не менее смешная. Хорошо, что не в прямом эфире, и можно сделать еще один дубль. Ну и не только гости получают удовольствие от нахождения того, где сейчас проходит, откуда идут наши прямые эфиры с крыши жилого комплекса «Альфа». Но и мы сами с Арземом получаем удовольствие, потому что мы даже у нас пытаемся немножко подглядывать за нашими мобильными корреспондентами, которые сейчас находятся на улицах Симферополя, но тем не менее пока еще не разглядели. Конечно, я хочу сказать, что вообще смотришь с высоты, и да, видно, Симферополь обновляется, расстраивается. Возле старых, красивых, таких фактурных зданий появляются новые, но, впрочем, подробнее о том, что происходит, расскажет наш мобильный корреспондент Салия Салямова. Еще раз доброе утро, коллеги. Ну что ж, я бы хотела продолжить тему преображения нашего города. Да, я говорила сначала об инфраструктурных объектах, а сейчас перейду говорить об улицах и дорогах Симферополя. Сейчас нахожусь на Ялтинском шоссе, где вовсю ведется капитальный ремонт. Я напомню, что в прошлом году планировались администрации Симферополя отремонтировать 81 улицу, и среди них было Ялтинское шоссе. Ну вот, можно сказать, что наконец-то и на этой улице праздник, потому что мы видим, рабочие делают свое дело. Сейчас здесь уже, надеюсь, вам видно, уложен асфальт. И, как мне сказали, делается тротуарная дорожка. Ну, попробуем узнать, когда же закончили работу. А скажите, пожалуйста, когда планируется здесь все отремонтировать, когда мы уже увидим новую улицу? Вот, мне говорят в сентябре, вам не слышно, но обещают, что в сентябре уже все сделают. То есть сейчас сделается тротуарная дорожка, а после этого будет отремонтирована сама дорога, да? Да, да. Здесь капитальный ремонт планируется сделать или ямочный? Нет, ямочный. Вот, в сентябре будет сдача этого объекта. И, как мне сказали, что здесь будет капитальный ремонт сделан, то есть полностью уложен новый асфальт. Ну, что ж, остается не так много времени, всего месяц. Я надеюсь, что ребята успеют уложиться в этот срок, но сейчас здесь насчитывают больше восьми рабочих. Так что я думаю, что у них все получится. Ну, что ж, еще раз вам покажу эту улицу, покажу, что действительно я вас не обманываю. Все делается, и город наш постепенно преображается. Ну, что ж, коллеги, на этом у меня все. Я с вами прощаюсь, и вам желаю хорошего дня. Спасибо, Саля. Ну, я надеюсь, что мы тоже сможем удивить новостями. Например, ну, это не самые хорошие новости, поэтому удивлять будем неприятно. Неизвестные испортили краской восстановленные в ходе капитального ремонта мост на набережной реки Салгир в Симферополе. То есть это мост в районе Гаспринского. В ходе работ восстановили к мосту и ограждение, гранитную, обработали прокрытие, чтобы оно не скользило. А кто-то оранжевым баллончиком взял и написал на отремонтированном мосту признание в любви. Ну, в частности, это, наверное, не самые приятные виды, которые теперь приходится наблюдать прохожим, но и тем людям, которые решили просто полюбоваться набережной. Да, это поразительно, мягко говоря. Вот ты представляешь, знаешь, как это вообще там, я вот скажу для тех, кто еще не видел, там написано «выходи за меня». И мне, в первую очередь, интересно, как ты вообще представляешь, то есть, дорогая, я испортил то, над чем старались и над чем работали, поэтому я наверняка хороший вариант, выходи за меня. Проблем в браке, ну, точно не будет, я же не рисую краской на общественной собственности, да? Ну, я уверена, что это вызвало уже бурю возмущения в интернете и о других видеоматериалах, которые можно увидеть в интернете прямо сейчас. Самый заботливый полицейский. В одном из районов Таиланда очевидцы заметили необычного персонажа. Страж правопорядка переоделся в костюм зебры, чтобы привлечь внимание детей. Сам герой объясняет свой поступок тем, что рядом находятся две начальные школы, и в час пик там образовывается большая пробка. Непростая ситуация крайне опасна для маленьких пешеходов, а значит, стоит быть вдвойне внимательнее. Но порой с личной инициативой можно и переборщить. По неизвестной причине кузов мусоровоза воспламенился, а в таком деле простым огнетушителям не обойтись. Вот и герою пришлось доставить пламя прямиком в пожарное отделение. Совсем не олимпийский огонь прибыл к месту вовремя. К счастью, все закончилось благополучно, и никто не пострадал. Пушистая любительница фитнеса. Любовь к здоровому образу жизни объединяет не только людей, но и животных. Героиня этого ролика явно не против коллективных занятий спортом. Посмотрите, с каким упорством собака повторяет движения за девушками. Хозяйке питомца повезло, такая подруга точно не даст забросить тренировки. Когда работа в радость, если подойти к выполнению своих обязанностей с фантазией, то взамен можно получить еще и море позитивных эмоций. Этот мужчина решил поиграть в баскетбол с помощью садового пылесоса. Направив струю воздуха вверх, он раскручивает мяч и спустя пару попыток отправляет его прямо в корзину. Для счастья много не надо. Несмотря на финансовые трудности, отец не смог оставить дочь без праздничного подарка. Он принес дочери кусок именинного торта, чем и растрогал малышку до слез. Этот ролик очень быстро разлетелся по социальным сетям, и неравнодушные пользователи устроили для этой семьи настоящую праздничную вечеринку. Находка 500-летней давности. Таинственный парусник эпохи Возрождения был найден на дне Балтийского моря. Дайверы обнаружили судно еще в 2009 году, но внимание ученых оно привлекло только спустя 10 лет. По словам специалистов, экспонат сохранился в отличном состоянии и может стать настоящей археологической сенсацией. Интересно, что же еще скрывается в морской пучине? Самая преданная фанатка в любом деле без поддержки не обойтись. Школьный матч по футболу не стал исключением. Бабушка одного из игроков так увлеклась, что незаметно для себя тоже начала бегать вдоль поля. Настолько эмоциональное поведение привело зрителей в замешательство. И хоть игра закончилась проигрышем команды, женщина покорила сердца всех присутствующих. Да, вот знаешь, Саша, хочу сказать, что, возможно, мы обсуждали надпись, возможно, для кого-то действительно романтичное послание, и мы просто ничего не понимаем. Вот есть же этот извечный спор о том, да, что является искусством, что не является. Ну, безусловно, и у каждого искусство свое. Для кого-то и квадрат Малевича не искусство, а для кого-то... Шедевр. Шедевр просто мировой, за который готов отдать любые деньги, но, тем не менее, вопрос, конечно, интересный, но в любом случае, если ты понимаешь, что вот обновили здесь покрытие, либо здание, либо караэт, караэт, да, или как это называется, верхний слой, которым обрабатывают стены, здания. А, ну, как-то, да, подобное. Да, и все это красиво покрашено, и все по свету, и в единой стилистике, и когда тебе оранжевым баллончиком просто пишут, пусть даже и выходи за меня, ну, как главное, что действительно никто не написал, что я согласна. Да, поэтому я, да, поэтому предлагаю просто установить универсальное правило для всего человечества, что по покрашенному как нельзя ходить, да, так и рисовать нельзя. Самое правильное – выделить отдельные специальные участки, так называемые сквотированные территории. Это, возможно, уже не работающие мануфактуры или заводы, это, возможно, парковые зоны определенные, где уличным художникам можно уже рисовать все, что им вздумается, ну, конечно, в рамках приличия, хотя оно как-то свое. Ну, даже мы можем видеть, как на трансформаторных будках сейчас рисуют картины уличный Айвазовский, как его называют в Симферополе. Это действительно произведение искусства, на которое, которому идет вот к этим картинам, чтобы нарисовать, пусть даже баллончиком уходит прям месяцы подготовки, и взаимодействует этот молодой человек с другими ребятами, которые как раз-таки понимают, как нужно нарисовать ту или иную картину, чтобы она была максимально похожа на работы известного мариниста. А еще я вот сижу, и все-таки такой фон, фон кипящий в городе жизни, потому что уже фактически 9 утра, ну, вот еще чуть-чуть и будет. Во всю вот сейчас проезжает машина полиции, куда-то мчится, в пробках стоят сигналят автомобили. И все почему? Потому что Симферополь уже проснулся, поэтому мы сейчас хотим напомнить вам, что тоже нужно встать. Если мы вас только разбудили, давайте просыпайтесь, собирайтесь. Если вы проснулись вместе с нами, то еще лучше и не опаздывайте. Лучше выехать заранее, чем встать в пробке, переживать, нервничать, да и потом весь рабочий день как-то не задастся, мне кажется. Ну, а если у вас сегодня выходной в понедельник, пусть это будет ваш самый счастливый выходной. Насладитесь этим днем, пока остальные будут работать. Тем более, поверьте нам, мы-то с высоты фактически птичьего полета. Смотрим и видим. Симферополь стоит того, чтобы по нему пройтись, возможно, выйти пораньше, не спеша насладиться утром, а потом порадоваться и прекрасному дню. Это, конечно, если сильно жарко не будет. Да, ну а если вы уже решили куда-то полететь или, может быть, посетить другие города нашей страны, а может быть и другие страны, вам нужно знать о том, что вас может поджидать в аэропорту или, может быть, что можно сделать с теми замечаниями, которые вы хотели бы донести руководству аэропорта. И вот подробнее уже об этом готова рассказать Оля Литвиненко. Крым в качестве курорта выбирает все большее количество туристов. Первое место, куда попадают гости – аэропорт. Сервис, приветливость персонала и квалифицированность сотрудников – важна каждая деталь. Поэтому администрация нашей аэрогавани запустила программу «Тайный пассажир». Один из критериев качества обслуживания в аэропорту – это работа агентов по регистрации. Впрочем, их работу может оценить также любой другой пассажир. Кнопки обратной связи находятся у каждой стойки регистрации. Для участия в программе любой пассажир должен прислать заявку на электронный адрес аэропорта. Необходимо указать дату, номер рейса и свои контактные данные. Ответным письмом получаете задание и анкету для заполнения. Также дополнительно можно приложить фото и видеоматериалы. Все отзывы тщательно изучаются руководством. Критерии оценивания у нас пятибальная система. Оценивается каждый процесс, который проходит пассажир в аэропорту, начиная от входного досмотра, заканчивая посадкой, если это на вылет, либо по прибытию в аэропорт, прям от момента заруливания воздушного судна на место стоянки до получения багажа и выхода в город. Участники программы могут дать рекомендации по улучшению качества обслуживания. Сотрудники аэропорта учитывают мнение всех клиентов. Без исключения. В который раз я в Крыму, аэропорт классный, новый, современный, чистый. Ну, наверное, пока новый. А так, единственное, что, если честно, покушать я нашла одно место всего. И все, хотелось бы как-то разнообразие, что ли. Красиво, все удобно вроде. Так быстро, быстро все. Все очень замечательно. Честно, отрицательно не заметила. Потому что я зашла, просто у меня такая красота. Честно, не хочется. А что вам больше всего понравилось? Мне очень нравится дизайн аэропорта. То, что здесь достаточно быстро обслуживают людей. Благодаря отзывам тайных пассажиров, площадки для размещения тележек стали шире. А упакованный в аэропорту багаж начал брендироваться. Кроме того, все участники получают специальные призы и сувениры. Программа проходит уже третий год подряд. За такой период было принято 218 анкет. В этом сезоне набор заявок стартовал в январе и продлится до конца декабря. Ольга Литвиненко, Сергей Козырь. Утро нового дня. Утреннее солнце поднимается, вырастает и постепенно приобретает характер. Знаешь, уже начинает немножко подпекать. Я бы сказал, обжигать. А это значит, что оно близится к зениту. Совсем скоро утро закончится и начнется новый трудовой рабочий день. И мы надеемся, что он будет у вас продуктивным, хорошим, по-настоящему добрым. А нам пора прощаться. С вами был Александр Карнович, Артем Андроновский. Это я. До новых встреч и до завтра, друзья. Пока. Пока, пока. Хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»